Привет зритель! Маленькие пустые баночки, пакетики еды в плейлист съесть или выкинуть съедобное, несъедобное уходящего декабря этого года 2019-го. Их всего три. Я решила их обозреть. Ну типа это, чё, сейчас пойду гулять и выкину заодно мусор. Была и побольше бумажечка, но она не сохранилась, была 80 грамм. Там молочный с фундуком и изюмом был. И вот такая молочный просто, молочный шоколад Почта России. В общем, очень хороший состав. Дело для Почты России Фабрика Победа. У Победы очень вкусный, классный шоколад. Раньше был такой сливочный, кажется, между чёрным и молочным, ближе к чёрному, с вишней сушёной. Очень давно мне он так нравился, продавался в Дикси, я его скупала. Но я давно не видела. В общем, у нас состав шоколада, молочный шоколад, сахар, масло какао, какао тёртое, сухое обезжиренное молоко, сыворотка молочная сухая, молочный жир, эмульгатор, рецидент, соевый, ароматизатор, ванилин. 25 грамм. Чё-то, по-моему, она 18 рублей стоила. Вверх ногами показала. 59 рублей стоит шоколадка, 80 грамм, продаётся исключительно на почте в почтовых отделениях России. Если вы шастаете в почтовое отделение России, либо же нет, шастайте один раз на почтовое отделение России, и потребуйте у них продать вам шоколадку. Очень вкусная и классная. Вот. Пальц с плюсом. А дальше будет коробочка и пакетик чая. Этот пакетик чая мне моя тётушка привезла из Пензы. Может быть, я ему в Инстаграм моду даже делала. Это у нас Балзер, зелёный молочный чай. Китайский полуферментированный зелёный чай с настоем бледно-жёлтого цвета. Обладает ярко выраженным молочным вкусом, с нежным послевкусием сливок и персика. Насчёт персика не знаю, но сливки я там ощущала. В общем, очень похож практически на молочный улун. Бывают такие молочные пуэр. Молочный зелёный раньше я от зелёного дракона покупала, ещё от какого-то дракона его конфуза я даже встречала. Потом молочный чёрный бывают. Ну, такие вот. Какие-то с искусственным ароматизатором, какие-то куст впрыскивали, как на Тайване делают для няй-сянь-зинь-сюань. Какие-то молоки отмачивали или пропаривали на молоке, как вот просто няй-сянь. Или ещё какой-нибудь молочный чай. Этот же у нас состав продукта. Зелёный чай. Высокогорный ароматизатор, идентичный натурального. Но он, хоть и химический, он не такой яркий. Бывает, знаете, купишь какой-нибудь чай или просто вот в магазине ходишь, и там молочный улун. Ароматизатор искусственный. И вот он так воняет через пачку этим ароматизатором. Тут очень тонкий аромат на самом деле. Вкусный, хороший чай. Если вы в Пензе живёте или где-нибудь, где вот есть вот такой чай, то я вам такой чай советую. Моей тёте, соответственно, спасибо. Тут было 50 грамм нет там. Ну, в смысле, вес 50 грамм всего лишь. Но мне надолго довольно хватило. И вот красивый такой дизайн. Здесь прозрачный как бы пакетик с одной стороны. Фольга с другой стороны. Вот сейчас он мне пахнет чуть-чуть-чуть шоколадиком. Так, очень мягко шоколадиком. Отсюда уберем. Ну, и последний чай, который сделан в Китае, выращен в Китае. Пакетирован, в смысле, запечатан в Китае. На самом деле, россыпью. Так что не запакетирован. Шэнон, зелёный чай. Шэнон продаётся в магнитах. Первый раз я покупала за 110. Молочный улун там ещё есть. И чёрный дяньхун, который я с телефона обозревала при заварке. Налила там чашечку заварочки. И стоялось немало. А кипяточка ещё в чашечку не налила. В общем, что чёрный и зелёный, они стоили тогда по 110. Ну, 109.90, а молочный был 119.90. Сейчас у нас в магните уже месяца два они стоят. Молочный 95 рублей. Вот этот вот 92.90 и 93.90 кажется чёрный. Я вторую коробочку такую купила. Чёрный я не покупала, потому что у меня ещё есть другой просто чёрный в запасе. Чай фирмы, в смысле, серия Богиня, который на Азоне покупала. Я потом их тоже обозрю. Может быть, уже в следующем году. Как остатки коллекции чая, что у меня имеется. И вот зелёный я покупала. Китайский зелёный. Тишечка, ты сюда ползёшь, а мне даже нет уже духов, чтобы тебе показать. Чтоб ты сюда не шёл. Ну, в смысле, открываете крышечку от духов. Он так нюхает их и сваливает. Не нравятся ему духи любые, все мои. В общем, зелёный я купила себе про запас. У меня просто заканчивалось. На тот момент ещё полпачки было. Вот сегодня закончилось, последний заварила. И молочный улун я тоже себе купила. И вот периодически то молочный, то вот этот. И очень хороший чай, действительно качественный. 100 грамм. Торговая марка Шенон. Знаменитый китайский чай. Завоевавший весь мир. Бережно выращен без химических удобрений и пестицидов. И собран компанией Нзиньчжоу. Жоу, пардон. В экологически чистой провинции Хунань, Китай. Лист собирается вручную. Листочки яркие, продолговатые формы, плотные. Напиток с тонким ароматом и мягким вкусом. С оттенком слива и сухофруктов. Настой чая прозрачно-зелёного цвета. Прекрасно утоляет жажду. Придает бодрис. Очень хороший чай. Я сейчас покажу вам. Там пакетик такой. Внутри он как файга такая. Ну и снаружи. В общем, очень плотный, хороший пакетик. Это не какая-то там плёночка, которую открываешь, порвётся, как, допустим, какой-то чай дракон или зелёный дракон. Или что-то такое. Уж не помню, как называется. Но он-то стабильно только в магните продаётся. Когда-то марка магнитовская, чтобы допотопно ещё. Только-только магниты стали у нас в городе появляться. Там такая плёночка. Возьмёшь эту плёночку, всё порвётся. Я не знаю, может быть, он неплохой чай. Я когда-то давно покупала, но я не помню, какой он. Тот вот именно чай. Этот очень хороший. И знаете, вот можно купить за 110 или за 100 с чем-то ту же 100-граммовую пачку Гринфилда зелёный чай или Ахмата. И вот этот чай будет лучше. Потому что Гринфилд рассыпается так же, как Орами Тренд. Это всё один Орами Тренд. Так же, как Ява, Нурия и так далее. Иногда встречается Ява китайская, индийская, тайвандская. Мне как-то дарили вообще из Индии Ява. Разные, видимо, Явы. И она хорошая. Но вот это всё Гринфилд и Орами Тренд, эти Явы, Нурия и так далее. Это в Питере распаковывают, рассыпают. Может быть, в каком-нибудь даже подвале. Я ничего не хочу сказать про Гринфилд. Некоторые у них купажи бывают вкусные. Некоторые, по большей части, мне не нравятся. Ахмат тоже в последнее время стал фасоваться в России. Вот мне два года подряд попадался исключительно сделан в России. Под присмотром Англии. Но вот этот, он из Китая. В Китае выращенный. Китаем запакованный. Очень классный, качественный, хороший чай. Может быть, чуть дешевле, даже когда идёт по скидке или даже без скидки, чем Ахмат и прочее. Но я вам его советую. Он просто шикарный. Чай вот, чтобы вы запомнили. Продается в Магните. Я в других магазинах не бываю сетю, потому что здесь в районе только Магнит. В Пятёрку надо ехать специально. В Дикси точно так же. Ну и в остальное. В общем, я в Ашане пыталась смотреть. Я такой не видела. Вот в Магните он есть. Я думаю, Магнит сейчас практически в каждом населённом пункте по большей части есть. Ну, посмотрите просто. Очень хороший чай. В общем, вот такие у меня пустые пакетики съесть или выкинуть. Всё съесть и выпить. Съедобное всё. Несъедобного в этот раз не было. Всем спасибо за просмотр. Пока.